Добежал, где большое окошко, ну, сзади там зашел, ну, смотрю, дымчатый вот этот. Дальше начали проходить, там еще больше, там еще, да, еще одна дверь. И, короче, я не смог пройти, глаза зарезал, все, я не могу ничего видеть, короче. Не прошел мимо. Как раз побежал домой, вызвал, и по Шурику прилетели они. Этот человек просил не называть его имени, но именно он вызвал пожарных на улицу Пушкина в Рузаевке. Горящий дом соседей увидел в окно, даже попытался спасти хозяев. Но безуспешно. В этом доме, говорят, соседи жили благородные пьющие мужчины. В тот роковой вечер по обыкновению изрядно употребили. Он курит, у него просто упадает, ну, сгубов, сигареты. Я раз затушу, два затушил, три, четыре. Я говорю, все, хватит, с***. Я у них даже зажигал, хотел, ну, просто убрать. Они, короче, это, все нормально, Сань, все нормально. Сань, Валерка, он, вот честно, Валерка был вообще адекватный. Он, то есть, ну, пьяный, но он адекватный, то есть мог это и разговаривать. И он мне сам говорит, Сань, смотри, чтобы они не это, не сожгли, да, дом. Александр Кондаков последний, кто видел мужчин живыми, но свой вечер молодой человек продолжил в другом месте. Когда узнал о трагедии, расстроился. Почти уверен, что причиной пожара стали непотушенные сигареты. Газа в доме не было, электрическая плитка вряд ли могла воспламениться. А вот старинные ковры на полу гостеприимнейшего дома были очень пожароопасны. А там что на полу-то было, там паласа вот эти, ну, там, ну, образно, если честно, там просто скинутся, ну, да, бля, вот уголек вот этот, он не сразу сгорится, он будет тлеть, тлеть, тлеть. Чтобы огонь не перекинулся на соседей, пожарные тщательно проливали водой очаг возгорания и в постройке пострадали 10 квадратных метров. Одна комната, скорее всего, в ней друзья уснули. Из-за чего вспыхнул пожар, пока официально неизвестно. Причина смерти мужчин тоже пока не точная, но, скорее всего, погибшие отравились угарным газом. На тушение пожара привлекалось две единицы техники. В ходе тушения пожара в одной из комнат было найдено три тела мужчин. Там стоит на матрас, окурку уронил, блин, и задохнёйся. Валерка, муська, бля, какая жизнь жестокая, бля, прям, бля, любовь в дугу загнёт. Хорошо, что пожар не перекинулся на соседние дома, иначе могла бы сгореть целая улица. Это очередное трагическое предупреждение. В любом состоянии нельзя забывать об электроприборах, нужно следить за газом. Последствия халатного отношения к огню могут быть необратимы. Этим правилом учат с детского сада, и вряд ли погибшие в Розаевке муська и Валерка их не знали. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости.